Видеоигр был, есть и будет! Быстрый как молния! Надёжный как скала! Дешёвый как печенье! А ещё здесь можно продавать, ведь это ещё и торговая площадка! Запомни! G2A.com Лучший магазин видеоигр был, есть и будет! Субтитры сделал DimaTorzok E-SportBets.com Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает фиртплат? Кто заберёт первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. E-SportBets.com. Живой азарт и холодный расчёт. 12 сезон Старладера стартовал. Вместе с билетом в Дота ТВ ты получаешь сет на Слардара, в котором у героя появилось новое лицо. Изменённое оружие Слардара с новым эффектом свечения и два альтернативных скина на твой выбор. Ищи билет в Дота Стор и повышай призовой фонд. 12 сезон Старладер ТВ. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Вот мы уже теперь точно вернулись, ворвались вернее. Да, в эфире Адеквата Каспера. Мы начинаем с вами смотреть старую серию Европейский дивизион и последние матчи в группе D, насколько я помню. Да, выясним все команды, которые, собственно, пройдут вторую групповую стадию. Осталось не так много. Их действительно осталось немного. У нас сегодня два матча с участием команды NIP. Насколько я помню, у них как раз две игры осталось. Да-да-да, вот они, NIP Альянс и NIP Power Rangers. Сегодня мы и выясним, кто же будет проходить у нас. Потому что пока что у Альянсов, например, ситуация неплохая. У них есть две игры, две победы. Полары уже закончили выступление в группе. У них 2-1 статистика. И NIP, в принципе, если сейчас там у всех повыигрывают, шансы есть. Шансы, да, у них неплохие. Надо будет смотреть там личные встречи и количество карт выигранных со споуэр. Если даже у них там два матча сегодня будет выигранных. Но в целом, еще повоевать за второй групповой стадии они могут. Да-да-да. В принципе, там может быть ситуация, что 2-1, 2-1, 2-1. Но там тоже надо считать карты, кто у кого что выигрывал. Поэтому мы особо, наверное, вникать в это не будем. Ну, вроде пока вот в этой группе, в которой матчи были сыграны, везде 2-0. То есть 2-1 не было нигде абсолютно. Ну, вроде бы да. Вроде бы все верно. Так, ну и вот они, составы на ваших экранах. Альянсы. Мэтт, Аки, Никва, Лода и Пайкат. Выглядят они в плане формы очень неплохо. Последние пару матчей провели действительно крайне уверенно. Ну и NIP, Ханскин, Липсил, Кит, Эра и Йонасум Фэн. Вчера они были прямо вот с самолета. И поэтому по ларам они отлетели. Как по мне. Потому что, ну, они не лучше свою доту показывали. Уставшие были. Ну, типа да, на мэджоре они выложились на все 100%. Там очень сложно у них карточки были. А потом долгий перелет. И надеяться на то, что они вот так сразу приедут, начнут всех выигрывать, наверное, не было смысла. Да, да, да. То есть ребята действительно немножко устали. Ну и давайте поглядим на драфты. Снайпер, Винга, Сларк, Дизраптор у Альянса. И Тренд Протектор, Тролль, Варлорд, Брюмастер и Шторм у Нипов. В принципе, в плане активности, мобильности, убийственности, и та, и другая команда, ну, могут преуспеть в мидгейме, например. Там появится какой-то даггер у Брюмастера, какой-нибудь Орхид у Шторма. Тролль, Варлорд, в принципе, может собираться по дефолтному билду. Может тоже, например, какой-то даггер купить, что было бы неплохо. Наверное, в этой игре нужно будет ему как раз таки даггер покупать. До снайпера нужно добираться. Самая большая проблема команды Найпе это то, что есть снайперы в противоположной команде. То есть взяли вроде как Шторма, то есть он неплохо сокращает дистанцию до этого керрия. Брюмастер вроде тоже может дизейблить, но вот если тролль дотянется на снайпера, то, в принципе, игра уже будет выиграна там в глубоком лейте. Да, да, да. Если башики какие-нибудь начнут работать, то все, ГГВП я ливаю. Ну и последним товарищем мы не взяли Лича. Но вот с Личом... Мне почему-то Лич в данной ситуации совсем не нравится. Вот смотри, я тебе объясняю почему. Потому что... А. Сларк уйдет в инвиз ему по барабану. А. Б. Все остальные рейнджевики. То есть они, в принципе, могут растягиваться без особого ущерба для ДПСа своего в бою. Типа да, если для того, чтобы уйти от ультимейта Лича, тут все очень даже неплохо у Альлайнс. Но вот в плане того, что накидывает дополнительный армор на тролля, который будет идти в бой, так очень толстый, еще по дополнительной защите, что с ним делать, вообще непонятно будет. И я думаю, что вот этот тренд и Лич, вообще связка от этих двух суппортов, непосредственно вот к троллю как раз-таки была взяла так. Возможно, возможно, ты прав. Что просто сделать бронированного пацана или того же Бримастера, например, тоже крайне неприятен. То есть и пассивочка с уворотами. Там, кстати, да, два таких уворотливых товарища. И Тролльварлорд, и Брюшечка. И любители поворачиваться. Так, ну и, собственно, коэффициенты на этот матч. 1.55 на Альянс и 2.24 на Нипов. Все-таки Альянс вот впечатляют букмекеров последними своими матчами. Ну вот последние 11 матча, я их посмотрел официальных, везде либо победы, либо ничьи были. То есть поражений не было. Там последним поражением их было 9 марта. Ну, ребята, скажем, кажется, нашли свой игровой стиль. То есть, кажется, нашли своих героев, на которых у них получается. И у них получается вот то, чего не хватает у Na'Vi в последнее время. Альянсы навязывают игру противнику. То есть они активничают, они нападают, они быкуют, они заставляют врага действовать от ситуации, а не наоборот. И поэтому они задают ритм, они знают, чем это может закончиться. И если они где-то накосячат, то это уже сугубо их проблемы. Если они исполняют хорошо, то игры обычно заканчиваются очень быстро в их пользу. Ну да, ну типа еще и у Альянс есть один плюсик перед теми же самыми Na'Vi. Если мы берем какое-то сравнение, то Альянс умеет драться 5 на 5 очень хорошо. У них взаимодействие между игроками, оно просто на вероятном уровне. Я последние матчи их смотрел, тимфайт и все, как на загляденье прям. Единственный, кто пока у них выбивается немного, это Никва, как по мне. Он такой оффлейнер, сам по себе, но иногда, когда он действительно с командой, он отыгрывает неплохо. Пока, в принципе, к шведам претензий нет. К одним. К другим поглядим, насколько они будут хороши сейчас. Ну давайте пройдемся, кто у нас знаком будет играть. Команда Альянс, Акин на Дизрапторе, Мэд будет играть на Венчфул Спирит, Никва, Дарксир, Лода на Сларке. И что у нас там еще? И Пайкат у нас на снайпере, да, бегает. Ну и Нипов, Брюмастер, Лимп. Очень хорошо отыгрывал последние пару каток Лимп, на Аксе в частности. Силкит будет играть на Личей, Йонасом Фэн, Тролль, Варлард, Эра, Шторм Спирит и Ханскин на Тренд Протекторе. Слушай, довольно забавно, Йонасом Фэну отдали Тролля. Да, почему не Эра? Ну, обычного на Флайнера, я имею в виду. Ну да, а то Тролль. Поймали, причем его реально поймали и его реально убивают. И это реально Ферст Блат. Ну, пока допинывают еще, да, все-таки Фэбэ оформляет себе Никва. Очень странное движение в исполнении Тролля, то есть не было Вижен на чужом хайграунде, Вардилс поставить сюда и на АП не успели. В итоге Тролль просто так самонадеянно прорвался в сторону руны и был наказан. На самом деле вот это такая стандартная ситуация, я замечаю в последнее время все больше и больше, то, что верхнюю руну Радиенты стараются вот с этой локации занимать, и как только видят выбегающего на руну пацана, они его идут принимать вот сразу же. Ну да, это очень просто, то есть и Вижена огромное количество из стороны Найпи, из стороны Дайр именно, очень тяжело подходить к этой позиции и грамотно, скажем, себя позиционировать на захвате руны. Ну, в итоге Тролль просто подставился, в итоге даже не было каких-то суппортов, никакой помощи. Да, ну и что получается? Получается у нас Винга Дизраптор Сларк в сложной. Вот такая агрессивная трипла, она чем хороша? Тем, что тут керри, он активный керри, он может напасть, он тоже может зацепить, он тоже может внести бёрст дэмэдж неплохой. Это то, чего не хватает некоторым керри, типа там Войд, например, какой-то Антимаг. Ликан, да. Ликант, ну, если Войд, Антимаг, у них хоть что-то есть, они хотя бы быстро могут оказаться рядом с вражеским героем, то, ну, всяких Ликантропов, Думов, например, вообще никаких опций нет для того, чтобы помогать своим суппортам цеплять людей. Ну и что, смотри, происходит? Происходит у нас смена линий. Лимб у нас улетает наверх, а Эра приходит вниз стоять против Никвы. Самое грамотное решение данной ситуации от Найпи. Действительно, Шторм Спирт бы там на топ-лей вообще ничего не получал, ни денег. Ну, и Экспиренс делил бы своими суппортами, а снизу есть какой-то хоть небольшой процент вероятности того, что сможет против Дарксира хорошо постоять. Еще тренджевой атаки, крипстатель, каесить, там, ну, и набираться Экспиренс и лвл оф. Получается сейчас такая ситуация, что на нижней линии нормально стоит и Шторм, и Дарксир. Ну, Дарксир просто плотненький, его там тяжеловато пробивать. А на верхней линии сейчас получается просто Экспящийся, скажем, Брюмастер и там Экспящийся суппорты. Причем Брюмастер, мы знаем, он не особо зависим от артефактов. Ему там достаточно дайгера плюс там еще чего-то и все. Кстати, проблема серьезная, Аки, Аки умер. Это, а не, не умер, пока еще. Лич первого уровня, был бы левел 2, тут, конечно, Аки бы не опознали. А вот Йонасом Фен умер. Опять тролль. Ну, стандартная ситуация, когда, типа, снайпер один на один любого мидера уничтожает практически. Будь то это СФ, тролль, неважно. То есть Шопнельки, Максицы выдаются, и самые грамотные снайперы они всегда делают ФБ, практически даже в соло. Да, конечно, сейчас при помощи Avenger Full Spirit подошедших сюда 100 при инии, но, тем не менее, снайпер, как мы знаем, очень хороший. И обычно мидер, который стоит против снайпера, должен заручаться поддержкой какого-либо суппорта. Но здесь суппорта, деньгаты на IP как такового нет. Да, там Ченов обычно банят против них, а был бы Чен, можно, теоретически, было бы отправиться в УХ, или Гарпию Штормодела, кого-то такого, кто просто напрягал этого снайпера. Кстати, на Лимпа тут сейчас выехал Дизраптор, закрывает его в Кинетик Филл. Кинетик Филл, правда, первого уровня, поэтому Лимп тут еще будет жить. Долго ли? А где Сларк? Сларк, он слоу-потчил, хотя у Лоды очень мало здоровья, если бы он туда нырнул, скорее всего, погиб бы. Ну, фраг бы на прямой стороне 100% сделали. Как-то странно, суппорты напали, а керри не подождали, либо даже как-то низко оперировались. А Грей просто скажет, типа, давайте отхилим как-то нашего Сларка и вместе ворвемся. А так, куча способностей у суппортов было потрачено. Регены нету суппортов, вообще ни у кого. И получается то, что просто, ну, походу, небольшое недопонимание возникло между игроками. Да, Сларк не захотел прыгать со своими 170 хп, а суппорты не имеют ни тангусов, ни фласок, ничего, чтобы как-то обеспечить Сларк нормальное пребывание на линии. Ну, вообще, то есть, Alliance правильно все делает, что играет агрессивно, как минимум, да, то бишь, стоять триплой в сложный против триплой противника. Всегда нужно проявлять агрессию, всегда нужно зажимать суппортов оппонента, убеничтожать керри, не давать подходить ему к репам. Вот, то, что Alliance нападают, это круто. Вот, если бы нападали не все вместе, тогда бы делали фраги, ну, и больше успеха, да, в данной ситуации. Потому что NIP взяли себе очень жадных суппортов, то есть, вот, лич и тренд, которые, ну, вообще ничего не могут сделать на линии, это очень пассивные суппорты, суппорты больше на поддержку, и от этого early game NIP, по идее, должен страдать. Ну, и Alliance должны этим пользоваться в любом случае. Так, ну, как вот сейчас Мэтт пытался выйти в мидл, но Йонасом Фэн очень осторожно занял позицию, вот в этой нижней части серединки, и, соответственно, не вышло у Винги выйти дать стан, там плюс еще спалилось сейчас на руне, но руну саму отжало. Вот, правильно ты сказал по поводу пассивности суппортов, потому что это суппорты, которые не могут ровным счетом ничего сделать, вот, абсолютно ничего. А хотя, смотри, Alliance тоже поняли, что, ну, их баню этих суппортов, они там будут стоять терпеть, мы можем напасть только куда-то глубоко на них, а нападать глубоко на Ливен Армор, это, ну, себе дороже потом выйдет в результате. Ну, типа, да. И просто уходит Сларк вниз. Ну, и с вап линиями очередными, ну, да, теперь дадут лоде, там, комфортно фармить на легкой линии, но при этом, как бы, комфортно станет фармить и Шторм Спириту, и Бримастеру, и всем на лайне, да? А хотя Бримастер тоже на сложную. Да, они тоже опять поменялись, то есть у нас начинаются вот эти вот легендарные побегушки, я, причем, часто жаловался на то, что команды не проявляют гибкость и не делают этого, а просто, знаешь, это стиснут зубы, да, вот это терпят, терпят, там, в результате выходят с двумя крипами и третьим уровнем на сорок восьмой минуте, а, ну, враг себя чувствует замечательно. Тут мы видим и одни, и другие не прочь побегать. Снизу, посмотри, лодочный. Ого, да, нормально тут. Огреб. Да, он еще и Дарк Пак там себя прохарасил, и Бримастер его еще клэпом шваркнул. И опять же, подхилы на линии у него нет, левел 4 только, то есть еще 2 уровня нужно поднимать, чтобы комфортно в соло на линии стоять. Где этот экспириенс брать вообще непонятно, Десраптор ворует крипов, тут, ну, беда прям, ну, под своим тавером только если терпеть. Ну, сейчас как раз и будет терпеть, понадеяться на то, что ребята не особо быковатые. А, не по-боковатые, не по-боковатые, они реально идут дальше. У Лимпа, правда, маны нет больше, чтобы нормально зайти между ушечками и на клэпчик, так, на пофиг, скажем, стоять. Ну, 4 стика предоимеется, если что, прожмет. Ну, вообще, да, то есть, по ощущениям, кажется, как будто НИП более агрессивно играет, чем у Лайнс. То есть у Лайнс было парочку попыток сделать какие-то фраги, где-то увенчал успехом, где-то нет. Ну, вот, из результате свапов линии сейчас НИП немножко по агрессии не действует. Видимо, нападает тролль на снайпера, но ситуация такова, что тролль получает стан и умирает. Замечательно. Очень вовремя оказалась здесь венга. Так бы снайпер, скорее всего, умер, может быть, и разменялся бы на тролля. Аптавр там тролль погиб. Да, аптавр был, он там погиб. А вот сейчас мы имеем то, что имеем. Снайпера с двумя, получается, с тремя уже ассистами и тролля с тремя смертями. Угу. Ну, это говорит о том, что активные суппорты у Лайнс. То есть не стоят на месте, передвигается Vengeful Spirit, передвигается периодически у нас также и дисраптор. То бишь, создают они экшен на карте и так вот подставляются соло герои НИП. Ну, смотри, Саки еще будут возвращать. Ой, Джонасон. Ой, да ладно! Да куда? Что это было? Это что такое? Как это могло произойти? Что это было? Почему его глимсануло по тавр? Чувак, он тпшился на вышку на Тир-1 до этого. Да. Потому что тп идет 2,5 секунды, а 4 секунды назад он умер под вышкой. Лоу. Я и ты видел раньше, это реально было. То есть ты, когда появляешься, слишком быстро покупаешь тп и тпшишься. Сразу, да, прожимаешься. Ты прилетаешь там за 3, допустим, секунды, а тебя тпшат на секунду ранее. То есть в том месте, где ты умер. Это такая грязь сейчас. Это реально грязь. И это случается редко, но когда это происходит, это выглядит просто супер офигенно. И, походу, тролль этого не ожидал. Джонасон Фэн в шоке. Да, ты редко ожидаешь такой фигни. Ты не думаешь, мол, что вот сейчас придет Дизраптор, и ты под чужим тауром окажешься вдруг? Блин, ну это крутой момент был, конечно. Интересно, знал ли об этом моменте Аки? То есть он наглядно, специально стоял на хайграунде и ждал, когда тролль сделал тп. Или он хотел на базу отправить? Думаю, он просто хотел его отправить на базу, а оказалось, что он его, в принципе, тоже на базу отправил. Ну, типа, да. С задачей своей справился. Да, интересный момент получился. Такие четыре смерти у тролля с медлиней, конечно. Очень-очень-очень плохой старт у Йонаса Фэна. Не знаю, как будет он выкручиваться. Так, а там, тем временем, у нас уже лимб начинает с лечом бегать, руны забирать. На самом деле, знаешь, такие моменты, они очень сильно морально тебя добивают. Когда ты вот три раза уже умер, ты понимаешь, что все, сейчас, соберись, соберись, рябка. Все, тпшечку делаю, аккуратненько. Бить их, а тут бамы, и ты опять в таверне. И ты реально понимаешь, что все, жизнь тлен. Да, после таких моментов хочется и мышку выбросить, монитор куда-то, видишь, что-то еще. И монитор, собственно, выбросить тоже нужно было. В доту больше не играть. Да-да-да, есть такие моменты. Я тоже был удивлен, когда увидел тролля под вышкой. Думаю, а что он опять тут такая, типа, делает? С первого раза, типа, не понял, что там гнилое дело. Ну да, и тролль тоже понимает, что больше на медлине он не вернется. Он пошел убить тупо леса, хоть где-то получать деньги. Какие-то фейсбутцы у него появятся в левел седьмой. Ну, а пайкат в это время, ну, полный доступ к репочкам имеет. Уже топовый нетворс на карте, то есть все у него замечательно. Белт, стандартный выход в сендж. Дефолтный айтем билды. Да, причем снайпер со своим супер офигенным началом, он такие огромные проблемы сулит для нипов. Нипы могут просто не дожить до какого-то лейт-гейма. Они могут, вот как вчера у нас было, на 20-й минуте, на 25-й минуте просто сдаться, потому что их будет вот этот бешеный гном расстреливать. Угу. Ну, типа, помимо бешеного гнома, тут еще есть и Сларк. Эта вот рыбешка, которая тоже будет неплохо наваливать. Да, может быть, старт у лоды не самый приятный получился в результате, да, то есть он там с топ-линией перебегал, где-то там терял время, терял крепочков, но пока вроде нейтралов подфармливают. Перчаточка у него есть, сапог есть, то есть, может быть, выход будет в медас даже. Ну, естественно, свой фарм еще лода получит. Да, и Сларк побежал, побежал себе обратно на линию. У Сларка все, в принципе, норм. То есть у него не замечательно, но пойдет. А на том, что... Неужели подловит? Было бы чем еще ловить здесь. Ну, типа, да. Дарксир со своим вакуумом. Не, вообще, в идеале... Можно как-то альянсом попробовать... Там, под кинетик филд, все дела, стяжечку. И просто разорвать всех. Это было реально очень круто, но я уверен, что мы не увидим ничего подобного. Мы просто увидим суперсумбурный замес, как обычно это у нас было. Просто вспоминая эти времена, когда команда набирает пять героев под комбинушку... А-та-та-та-та. Ни разу... Блокхольчик, Зевсики, там, дарксирчики. А в результате ни разу за игру команда так и не делает этой комбинации. Поэтому мы тоже определились уже с Витей, что если ты... Хотя, если у тебя даже есть вот эта суперкомбинация, играйте как получается. Не надо вот это вот перемудривать, чтобы потом... Делайте таком хотя бы в двух кор-героях, типа, не надо ловить всех. Да, да. Такое работает только в этом, в Symphony of Skills на видеошках и все. Это в подставных-подставных таких моментах. Да-да-да, постановочные съемки, вот эти все... Symphony of Skills, это все постановочные съемки, чтобы вы знали. Этого не бывает в настоящих играх. Особенно в Протовате, типа. Да. Тут Эра успел увернуться. И сразу же телепорт от Бримастера, который он моментально отменяет. А это, кстати, интересный знак по одной простой причине. По Яцаке. Потому что вафли сейчас Ханскин, вот, по какой... Стальчик залетел, да, большиня проблемы, ставится филд, и Ханскин не уходит. Да, мы его там просветили заранее. Тролль Варлорд улетает, и пуля за ним! И должен, должен, наверное, там, подригениться, я не знаю. Пуля не долетит. И она должна в стену удариться, но что-то я ее вообще потерял из виду. Это все равно в очередной раз говорит о том, что тролль страдает. Очень страдает. Котокове возвращается на мед линию, сразу ловит несколько шапнелей от Пайката, и все. Игра сразу для него заканчивается. Нужно же уходить на базу, нужно хелиться. Да, там 100 атаки у снайпера, плюс вот этот голова-шот, он реально не оставляет никаких шансов. Особенно, если ты уже чуть-чуть хотя бы слабее, а тролль, как видите, он слабее. Да, тяжеловато, тяжеловато, Пайката ведь подходит. И пошел. Слушай, ну и здорово начинает. Лайонс 5-0. 12 минуты игры позади. Без каких-либо проблем на всех линиях. Опять пытается Юнусом Фэна. Подсветили и поймали. И это минус, наверное, Юнусом Фэна. Хотя он сражается, он как лев сражается. Какой отличный сайлент, свистяжка! И это минус Юнусом Фэн. Да, он просто умирает от шапнели. Чайник улетает в молоко. Силки пришел для того, чтобы умереть. Да. Развал полный. Лимб успевает. Праймал сплит на развороте. Ну, что он тут сделает с этим трентом, да? Ничего. Откинулся кирпичиком. Посмотрите, там Шторм залетает. Но опять же Никва очень плотный герой. А ты свап. Вот свап, хороший свап. И стан по Ханскену. И Ханскен тоже погибнет. Он пытается выкинуть шрапнель впереди. И не скрыться. И Лимб тут тоже сейчас отъедет. Боже, это 9-0. Ультра килл делает Пайкат. О, боже. Этот снайпер сзади стоял и просто расстреливал. Понимаешь, что после такого обычно в стандартной рядовой игре пишут кимараки, я леваю. Потому что снайпер с 4-0-4 на 13-й минуте... Пишет, что печат изи-мид. Да, да, да. Просто изи-мид. Действительно изи-мид. У него уже, считай, готова Саша Яша и Физы. Он просто идет и стреляет. Боже, 13-я минута всего лишь. А он в умси решил. А почему? Нет, да, серьезно. Тут до него никто не добирается пока. То есть Шторм спирит не двазобен. У него маны не хватает, там монопула. Чтобы помимо того, чтобы лететь, нужно еще и вортексом нацепить. Нужно еще вокруг него полетать. И Пайкат все прекрасно видит. Он добирается, он спокойно будет расстреливать издалека. Теперь еще и с бешеной скоростью атаки. Да, ну вот сейчас был, конечно, интересный момент, когда Лич подошел в мид. Он мог кинуть чайник сразу, но на них сразу же повесили Статик Шторм. И все, вот этот Сайленс. Под этим Сайленсом там всех начали убивать. Ах, это очень больно. И посмотри на графике. На графиках уже почти 7500 преимущества альянсов по деньгам. По опыту все чуть-чуть проще. Там 4 куска. Это вроде бы не так много, но, блин, 7500 голды. И даже третий по фарму Сларк сейчас имеет... Смотри, Ханцы. Просто пешком зашел по центре вард, который сюда был подсмотрительно поставлен. И неужели это не уйдет? Да, конечно, не уйдет. Почему не Ассасинейт? Что за фигня? Пайкат. Это же самое приятное. Это Шварк. Ну и Лимб тоже, наверное, тут приплыл. Аня Праймал Сплит Кулдаун, да? Да, да, да. Он же только недавно его жмакал. Просто развал по всей карте. Ничего не могут сделать снайпи. Вот говорили, да, про 20 минут, типа, что могут не дожить до лейта? И кажется, ведь не доживут. А ты его сейчас гладишь? И все, эти 20 превратятся в 200. Потому что, ну, типа, там тролль. Тролль под протекцией двух суппортов. Что бы ни происходило в начальной стадии, как мы знаем, в этой новом патче, это, в принципе, не имеет какого-то особого смысла. Если вы за эти же 20 минут игру не заканчиваете. Если вы не закончили, там уже тролль отфармливают, отфармливают корр-герой, и игра может вполне затянуться. Так что тут еще писать КГ. Да, это без драматизма. Тут вафли, короче, не пам сейчас, на самом деле. Не, у меня немножечко удивительно, почему и на эпиды так подставляются. То есть, вот тролль выходит на чужой хай-граунд. Центряк будет, есть вакуум, и... Да, вот он, Центряк. Хо-хоу, ха-ха! Снайпер подошел, одну пульку дал такую. Пум. И фрак сделал. Законтролил. Законтролил. Изи лофтит. Ну, да-да-да. Так, посмотри, снайпер 7-0-4. У снайпера уже Мом Сашияша. То есть, вот у него недавно был ГПМ, там, что-то 430, сейчас у него уже ГПМ 500. При том, что крипов он не фармит, он фармит героев. Смотри, моментальный лайн стягивается на любой из товаров, и везде дают деф, не везде твои товара не отдают. Да, денег нельзя отдавать сейчас. Это очень важный момент. Если сейчас не отдать еще вот этой халявной, халявного бабла за товара, то тогда у Ниппо все будет совсем грустно. Потому что заформить всю карту у них пока не получится. Опа, нашел дерево здесь у нас, Лода. Ну, тут есть, в принципе, инвиз. Каннски навливается в Шторм Спирит, но уже под Шадоу Дэнсом Лода. Вортекс пошел. Сниква. Нужно бежать до конца за Лодой. Лода кончает в Шадоу Дэнс, летает. У нас в Сирене Маста Синэйт не самый удачный. Да, но там, тем не менее, Ханскина подсветили. Ханскин, Ханскин. Нет, все, закончилось. Закончилось действие Дастов. Силкин минус. И пайкат пошел. И пайкат на Резашке. Но, правда, есть Праймал Сплит от Примастер еще. Ну, это такое. Это вот этот спасительный Праймал Сплит. Атаковать ты не можешь, потому что твой тренд не имеет шестого уровня. Соответственно, без Орграус ловить тут абсолютно нечего. Угу. Ну, зажимать сейчас будут лимпы. Я не буду его, конечно, ни в коем случае отпускать. Хотя, а он ушел, да? Он увел, увел. Пандаренка. Ханскин боится очень сильно. Он ждет кулдауна на телепорте для того, чтобы просто улететь отсюда. Так как, знают, тут и Синтри могут стоять. Могут, короче, сконцентрироваться на том, чтобы убить дерево. Ну, вот касательно камбэка, в теории, естественно, он возможен. То есть, ну, я не исключаю наличие этого камбэка. Просто такими героями его делать реально тяжело. Смотри, просто Эра стоит, он ничего не может сделать. Мп у него есть, вроде как уходит. Еще и ливень камера сверху повесили. Более-менее ботлом отпевается. Ну, такое, без статик шторма, конечно, его сошенновато будет прям убить, чтобы он статик шторм стоял до последнего. Контроля фактически нет. Один стан венги, да, и статик шторм. Не знаю, на что можно рассчитывать. Ну, рассчитывать Эра могут только на одно. На ошибку сейчас с Т-Лайонс. То есть, когда подставится либо снайпер, либо сларк, два раза там их убить. И, в принципе, по деньгам и по экспириенсу переворот будет осуществлен. Ну, видим, что Элайнс играет пока очень грамотно и очень аккуратно. То есть, постоянно вместе. Если нужно дефать, идут дефать, тпшечки. То есть, и способности уязваются в нужное время. Ну, даже вот сейчас они втроем спокойно забирают тавер. Кстати, это уже третий тавер будет в копилку Элайнс, помимо всего прочего. И тут же ТП на топ. И вот они видят Тролля. Начинают под моумом разваливать его снайпер. Сразу же пошел Глимс, Филд. Залетает у нас Чайник. Опять же, неудачный. Пайкат убежал. Да, ну, Пайкат под моумом там нормально нахватался. Тем не менее, Юна Сумфена, он практически застрелил. Или застрелил все-таки. А почему они... Почему они не стреляют? Не ассасинируют? Не ассасинируют? Там 500 атаки. Ой, ну вот, да, ассасинировался на самом деле. Сейчас кажется... Это забей. Ладно, Эру тут убили. Но очень жесткий стрик только что отдал снайпер Штарму. Интересно будет смотреть батл рекап? Ну, на самом деле... Не такое. Вяленько, да, вяленько, действительно. Там 600 голды. Ну, типа, это норм. Но мы-то понимаем, что это не предел мечтаний для Штарма. Там эти 600 голды. Он-то претендовал на 2000 монет, как минимум. Как минимум, да. А то тут не дали, к сожалению. Ну и 15-1 с почином, и на IP. И первый фраг за эти 19 минуты игры неполных они взяли. Хоть что-то. Да, ситуация, кстати, стабилизировалась с момента последних вот этих избиений ногами. И на отметке там в 9 примерно тысяч остановились графики. Это вроде бы и хороший знак для NIP. Но вроде это все равно 9 тысяч денег. Угу. В 19 минуте это все равно много. Тем более, что есть Ларк с Мидасом, который нафармил себе Shadow Blade. И этот парень сейчас соло будет бегать и делать киллы. Сложновато, конечно, придется тебе там. Тренд, лич, может быть, не самый приятный герой для вот таких вот быстрых убийств. Но, тем не менее, Лода способна. Хотя бы заручившаяся поддержка одного из суппортов вполне. Вот он уже забегает по Shadow Blade. Но, правда, там и Ла... Ой, ты на IP. В пятером собрались. Смогу даже прожали. Вау. Куда это они пойдут? Нарошанчика. И, походу, то ли Нарошана, то ли... Ой, а тут Лода в инвизе сейчас. И слетел Смог. Спалил. А у них даже просветки нет, понимаешь? Они даже не в курсе, что у Сларка там может быть инвиз. Да, Сларк просто отсюда уходит. Если что, он даже нажмет Shadow Dance. Ну, вот, как бы, был выход и нет выхода. Ну, тайминговый Shadow Blade получился у Сларка в итоге. Эти грамм потом пробежался, спалил Смог. Ну, и нет возможности сейчас... Будет ли глимс? Ой, возвращают, ролят, с какой же дистанции. Проблема у Йонуса Фэн откидывается на топорик и получает стан fucking Mad. Начинает пробивать его с руки. Вот у нас и Сенейд залетает. И вакуум. Хорошо. Да, стяжка очень хорошая. Бримастера, правда, уже не... Ой-ой-ой, как же четко Бримастера затащили туда под статик Шторм. Отличнейший свап от фоксмена. Лода подрубает. Подрубает сейчас Shadow Dance. Начинает разваливать сил кида. Ну, и это фраг. Очередной фраг. Один фраг сделали Нипы за 20 минут игры. Это плохой знак. Да. Это очень плохой знак. Да, ну и как же круто все делают Alliance. Вот эти вот глимсы потрясающие, с невероятной дистанцией. Плюс постоянно они накрывать Тубремастера, фактически не дают ему Праймал Сприт завязать. Винга его просто не выпустил. Он только-только вырвался, уже вот-вот прям собирался разваливаться. Хопай, свап. Да, сразу же обратно. Не будет тебе никакого... Ой. Опа, Шторм, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да ладно. Украл Эром. Более там, вон еще Рошана убил. А, норм, норм, да, кстати. И улетел. Равчик-восапчик. Тут Оуэрграуз для того, чтобы Эра смог нормально отсюда свалить. А, тролль, куда ты пошел? Тролль. Тролль. Хорошо подняли сейчас Вингу, не дали за контроль Эдиона Сумпена. Снайпер. Занимает пока позицию для того, чтобы начать отстрел. Эра. У Эра закончилась мана. Это проблема. Это такой косяк. Или же не буду драться здесь больше. Не, не хотят драться Альянс. Альянс испугались после всего того, что они сделали с врагом. Они реально испугались. Вот, смотри. Или нет. Аркси заходит. Глимс пошел. Не очень удачный, на мой взгляд. Ханскин. Ну, тут его просто-напросто расстреливает Снайпер. А что делает Йонас Сумпена? А Йонас Сумпену здесь придется, наверное, отдаваться. И вот эта шапнелька держит. Включает он батл транс. На разбор в роте. Вот как лев. Как лев прям. Как тот самый лев. И вот охотник на львов Снайпер успокоил льва. Да, ну вот небольшой провальчик от Альянса был. Все-таки Шторм Спирит красавчик. В лучших традициях в ООПГГ ворвался. И мало того, что забрал Айгис, так еще и Рошана добил именно он. То есть сделал все очень-очень круто. Еще после этого смог уйти. Только Айгис потерял. Ну вот АОР и появляется Орхид. Причем при всей хреновости ситуации для НИПов он еще и не самый поздний оказался. 22-ая минута, бывали у нас ситуации похуже. Да, у него топовый нетфорс на карте. Ну, кстати, именно он же стрик сорвал, поэтому, собственно, денег и заработал. Вот оно все. Это эффект бабочки. Просто сорвал стрик. Купил Орхид на минуту раньше. Все, пошел разрывать. Ну, пока что 20 на 2. Разрывать тут нечего. Но Айгис он украл качественно. И Рошана добил качественно. Но все, в общем, сделал качественно весьма. И именно он стрик сорвал, ее на Айгис забрал. Короче, все делает Штром Спирит пока. Вот, потеет, потеет, а вот эти раки катку ему сливают. Ну, на. За 8-ом ПТС. Как обычно бывает, ты попадаешься в Мэри, как там, ну, поздней ночи, когда разбор слишком большой, там, у тебя 4К, а с твоих ребят 3К. И ты типа один такой пытаешься тащить, а твои 3К ребята вот это вот начинают... Якоря, да, вот это. Якоря, да. Закинули на дно и шкребут дно вот это вот. И тянут тебя туда вниз, да. Есть такое, есть. Я вот говорю, что я в последнее время чуть в КС подносел. И в КСе у меня последние пару дней матчмейкинг просто радует, в кавычках. Эти вот купленные аккаунты, я просто от них восторгиваю. Бустеры горите в аду, да. Бустеры горите в аду, реально. Просто, просто сгорите. Я надеюсь, что для вас есть отдельный котел. Так, а тут насло, да? Бегает очень аккуратно, бегает, и видит он Ханскина, и будет его цеплять. Пошел паунд, с Дарпак сразу же Ханскин, асэсинейт будет ему залетать в спину. Минус. На развороте. Да, и Клода, кстати, пока под Сайленсом, но он отсюда, конечно, уйдет. И нет, нет. Как же, законтрили ты его. Посмотри, еще там чайником цепили Никва на развороте. Неплохой вакуум и стеночка. Да, там Брюмастер пока воюет с Пашкатом, но Пайкату по большому счету пофиг. Там иллюзия только что убила Лича, иллюзия Троля. И вроде как... Ой, да ладно, вернулись. Опять? Опять эти... Божец. Такие задроты вот эти вот. Альянс. Не, Аки отыгрывает на 200% возможности этого героя. Делает что-то невероятное с этими глимсами. Прям потрясающе. Все. Это кто-то поломал, а снесите новую. Ага. Ну, пока Альянс выглядит какими-то совсем непобедимыми. Я не знаю. Ведь главное, чтобы на Нипов сейчас это не подействовало как-то унитающе. Я думаю, что они как раз именно по этой причине не сдаются. Они хотят разыграться немножко. Может быть, для них это вообще первая катка за сегодня. Ну, я имею в виду, как команда, да. Они просто хотят раскликаться как-то, наладить контакт, общение, провести пару замесов. Неважно уже выиграют или проиграют. Просто качественно провести вот это внутриигровое время. А не писать вот это ГГ за 15 минут и следующую также за 15. А потом, типа, после игры из скайпа все выходят сразу. Молчание такое. Ну, да, да, да. Неловкая пауза. Тут неловкий момент. Да, да. Когда ты проиграл 2 по 15. Сларк выходит в скаде. И, наверное, до скаде ему осталось не так уж и далеко. Что-то там Юл, кстати, для Аки. Нормально так вот, Дизраптор? Да неплохо. В принципе, не так. Врывает сирене у нас на лоду. Пытается разорвать. И лоду, смотри, то убивают. Ну, Орхит. Орхит против Сларка, он реально хорош. Особенно, когда у Сларка не хватает еще живучести. Ты понимаешь, да, Сларку нужно буквально полсекундочки, треть секундочки нажать этот Shadow Dance. А вот этими героями, которые есть у Нипов, ты ему уже вообще ничего не сделаешь. Разве что там как-то клэпнуть можно в эту тучку. И все, это единственный урон по области, который тут можно нанести. Топорики вроде чего. Ну, просто обычный тролль сразу нападает с этими топорами. Ну, да, понятно, да. То есть, ну, Сларку нужно просто выживаемость немножечко добавить. Это ему даст покупка с Кати. То есть, естественно, два ультимейта арба ему нужно. Все, что необходимо. Теперь на топе Ханскина убивают. Влетает уже неплохо Никва. Боже, как же запакован. Хорошо, DarkSiri. 4.0.13, кстати. До сих пор на ноль отыгрывает. Да там много кто на ноль отыгрывает. Двое. А, ну, кстати, да. Слушай, тут пока Сларк нафидонил дважды погиб. Пайкат раз тогда умер. Ну, в принципе. Опа. Юлит. Статик Шторм. Сразу хороший контроль на Аэру. И все. Статик Шторм уже очень сильно бьет его. Что у Сторма на плотность по факту только Power Threads. А там Статик Шторм. И все. И у товарища, у которого, в принципе, там 900 хп максимум. Да, причем очень грамотно сделал Аки. То есть, он не стал покупать себе Блинк Даггер, каким-то первыми артефактами, фармить себе сразу Аганим. Он понял, что выжат, он законтрит Шторма. Это самая главная проблема. Да, Бримастер, Шторм, вот это два героя, действительно. Ты что на одного, что на второго. По этой же схеме ровно действуешь. Поднял, накрыл, Кинетик Филд, все. Никуда не в сей. Да, одного героя достаточно задизейблить. Все, и драка начнется уже с преимуществом в одного пацана. А спасать его, нырять в этот Статик Шторм, никто, естественно, не захочет. Потому что толку с этого не будет никакого. Смотри, у нас тут Лода находит Лича. Лоду у нас находит не только Лича. Лоду тоже находят. Шапник полетел, но поняли на IP, что их видят. Что там Лода бегает рядышком. Но Тауэр, в любом случае, они отдают, пока драться не хотят. Без Шторма... Кстати, это уже пятый Тауэр в копилку и Лайн. Сами они до сих пор еще ни одного Тауэра не потеряли. Опять же, в денежном выражении у них преимущество. Не настолько сильно увеличивается, но тенденция все равно положительная. 12 тысяч кусков они уже имеют по экспириенсу. 7 с половиной тысяч. Не... Не боковая появляется с серийным снайпером. Деньжат многовато. Деньжат действительно многовато. А вот с ПКБ теперь возникает проблема. Потому что раньше Шторм Спирит мог прыгнуть и начать его вот это задолбывать. А сейчас нет. И что ему сейчас делать этому Шторм Спириту? Ну, нападать на кого-то другого, понятное дело. Но теперь на кого? Ну, на Сларка. Типа, идея такая, видимо, ты на IP Шторм Спирит попытается кайтить как-то, я не знаю, этого Сларка. Его там разменивать по ХП, что-то еще. Или пытаться до Андарпакта, скажем, его зафиксировать. Ну, и тролль должен уже как-то будет совладать со снайпером. Потому что по факту троллю все равно, есть у снайпера БКБ или нет. Важная задача ЕНС МФ, например, до этого снайпера в замесе допрыгнуть. То бишь, там что-то происходит. Опять Лода нападает на Ханскина, Ханскин страдает и тэп-аут. Сделает тэп-аут. Ну, он успеет. Нет, не успевает. Никва отлично вырывается. Добивает также Трэнта. Вот, и типа для тролля неважно, какие артефакты есть у снайпера. Ну, по большому счету, да. То есть Саша Яша БКБ на плотность. Соответственно, артефакты для тролля, ну, это лишняя парочка ударов, на самом деле. Да, да, то есть там у тебя что-то 3 секунды пилить будет, что 4. Тем более какой-то лишний башек. И все, проблема решена целиком и полностью. Поэтому надо просто Йонасу Фену после покупки БКБ купить Блинк. И если в замесе удастся хорошо себя позиционировать, да, хорошую там позицию занять, то он до снайпера добегает и снайпера уничтожает в секунду. А дальше уже типа с БКБшкой разберемся. То есть это сильно может сработать. Ну, также мы понимаем, что и товарищ снайпер тоже будет очень аккуратно действовать, пока они будут стоять. А, вот теперь Никва очень опасен. У него появляется Хекс. А это, чтобы вы понимали, потенциальный минус Брю или минус Шторм, точно так же, как и Дизраптор с его... В прокастом можно ровно по такой же схеме действовать. Там Дараксирует, как и Дмитрия, даже с какого-нибудь Фордстаффа банально. И все, отдает там снайпер уже пью-пью. Слишком большой перепак Уэллайнс. Слишком много денег уже отдали на IP. И вот против таких артефактов бороться уже очень сложно. Если БКБ с АШ и аж куда не шло, вот эти вот Хексы, конечно, эти вот ЕУ на Дизрапторах, ну это очень жестко. Смотри на этот Венжи Фу Спирит. У него уже поинт-бустер как бы есть, помимо медальки. Если что, у него 20 брони, вот они когда стоят, там все кучка, когда вся аура на всех висят. У нее 20 армора. Это половина сокращения физухи, а при том ХП у нее еще 1400. То есть это 2 800 надо по Венге выдать. По Венге. И потом надо ли по Венге, с учетом ее пассивки, которая потом будет работать до дебау. Да, она тебя еще и задалбывает, она там какие-то станы дает, а она своим пацанам демэдж добавляет там как-никак. Да. Смотри, все-таки на IP пытается под смоком зайти, Рошанечка забрать. Так, вот тут, кстати, этот вот мув им удался. А и, судя по всему, Элайнс даже и не подозревает, чем занимается противник. По их мнению, противник должен стоять на базе и дефать сейчас. Да, ну слушай, если сейчас задержатся буквально на секунд 15 еще ребята из НИП, то они могут потерять товар. Ну вообще, вот сейчас Элайнс палились, что там на Рошане стоят, собственно, и на IP, потому что Курьер полетел прямо под Вордом. И понятно было, в какую сторону он летит, собственно. Но не успевали, в самом случае, Элайнс. Шторм Спирит вновь у нас будет с Аегисом, и, возможно, Элайнсом здесь не стоит даже находиться. Ну вот-вот, вышку все-таки теряют. Теряют сейчас НИП, потому что Левинармор там в кулдауне, снайпер ее дострелил. А что тут тренд? У тренда от телепорта нет, это небольшая проблема, но у него хаста, поэтому он такой достаточно шустрый. Ну, ты понимаешь, Элайнс, что действительно против Аегиса драться не стоит, тем более, когда Эгис у Шторм Спирита два раза убивает Шторма, и дело себе такое. И решили разойтись. Ну, пять минут придется, видимо, пофармить и подождать, может быть, какие-то ганки продемонстрировать, а заходами нужно будет немножечко повременить. Ну, в это время НИП есть возможность тоже пофармить, это самое главное. Тролль доволен, ибо есть у него уже БКБ. Шторм у нас БКБшку пытается нафармить. Ну, это, казалось бы, огромнейшая доминация по фрагам от Элайнс, да, вроде, ну, должно быть уже все, 1-0 ГВП, но не могут еще пока Элайнс игру закончить? Да, пока не могут, пока не хватает им немножко совсем огневой мощи, и тут, правда, сейчас Лода будет, я думаю, вгрызаться в шторма. Да-да, просто так, размять его немного, размять, возможно, еще и остальных. Шэдоу Дэнсы сразу же надо отсюда сваливать, естественно. Шрапнелька... Ой, у Ханскина проблемы. Ханскина тут могут сейчас... Ой, как хорошо рутает. На толку. Очень хорошо рутает, но, да. Команда просто не поддержала. Команда ему сказала, окей, бро, спасибо. Ваше мнение очень важно для нас. А странно, почему НИП не убежали тогда, лол? Чувак, они просто стоят и умирают. Они просто умирают. Не, ну это очень странно, типа, Тренд пошел на себя принимать весь урон, и все внимание, они в итоге остались, и не поддержали его, и траться полезно. Ну смотри, летает пока Дарксир, ничего не может сделать, хотя у него проказ есть полностью готов. Шторм летает, прыгает, Юнасон Фэн, есть стежка, стянка, все нормально. Эра очень сильно проседает, пошли иллюзии тролля, убивать самого же тролля, и, слушай, ему реально больно. Ему очень больно. Но он, конечно, растерзал эту самую Венжи Фолл Спирит, но погиб. Ну, тут еще и Лимпа зацепили, и Лимп тоже минус. Ну, тут уже минус пять, это уже такой серьезный тимвайп на территории близкой к базе, а это значит, что, скорее всего, сторону тут ребята потеряют. Ну, просто Лимп очень как-то ужасно дерутся, на самом деле. Видно, они просто стояли, они ничего не делали. Ну, типа, если плана кое-что Тренд отвлекает на себя внимание, значит, вы должны убегать. Потому что, типа, воторваны друг от друга. А если вы остаетесь, значит, вы должны Трендом помогать и под оверграундом драться. Какой смысл было оставаться просто так? Таких, Ханскин снова без команды умирает. Куча байбэков, три байбэка сделали на пив, летает Шторм Спирит на практически всю свою ману, залетает Чайник в лоду, лода, пытается уйти, нет, его все-таки убивает. Гем он теряет, ну и Никва здесь давит на пяточки под ускоренницем. Тп-шка у него есть. Шторм идет до конца, а Штормом и ныне осталось, правда. Ну, да, Шторм все-таки помедленнее будет, чем Дарк Сир, в текущей-то ситуации Дарк Сир. Опа, опа, ай, хорошо. Крыса. Такой, да, нормально. Ну и что получается? Получается то, что сейчас в очередной раз Альянс показали, мол, кто здесь хозяева карты. У снайпера там 16 тысяч стоимость героя, но вот какие-то у него пока артефакты, не знаю. А, вот, вот в чем дело. У него уже есть два дживелина, это значит, что совсем скоро появится МКБ. Да. МКБ, прикинь, по троллю, по бремастеру, вот это без месов, ляп, 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 ляп. Это очень крутое решение, но опять же дэмэдж, как дэмэдж, как такого у снайпера было маловато. Так, залетают на стерене в лимпа. А лимпа нападают, да. А он после байбэка, ой-ой-ой, лимп. Ну вот, и минуту еще бремастера не будет. Можно, пользуясь ситуацией, совершенно спокойно забрать тир-2 на топе. И я немного удивлен, почему Альянс туда уже не отправились, потому что там крипы как раз рядышком, тележка стоит. Ну да, решили еще пофармить. Тонус Ларк у Скади прилетела. Поплотнее. Теперь он стал, теперь за один орхид его вряд ли убьешь. Так, и... По лаганям, кстати, уже в NGF Spirit есть. Что там, Дисраптор, Дисраптор. Дисраптор у нас тремя нуликами. Ну да, все, что нужно сделать и Лайнс, это опять же очередной хороший ганг. То бишь одного героя выцепить, желательно у которого нет байбэка. И пойти либо забрать в сторону, либо допушить топ-лейн, например. Да, вот видишь, они Манкикинг Бар ждали. И Скади ждали тоже на Сларке. Прежде чем заходить. Ну и что, будет ли минус сторона? В прошлый раз ее не добрали, там были байбэки просто массово сделаны. Но сейчас, мы видим, не особо рискую. Да, 5 секунд, все-таки еще без бремастера. Нет никакого резона быковать. Так, у Эверграу пошел, тем временем, залетает Чайник. Ну, тут очень быстро тронослили. Чайник, конечно, летает, но там криточки рядом. Лота даблкил, только приходит Йонус Эпен. Только-только после смерти двух своих героев ставится стенка. Йонус Эпен пытается драться. В Лоту. Ну, и Лота просто убежал. Ну, слушай, Пайкат тут пока еще, ну, тип живет. Он отстреливается от этих бремастерят. Правда, проблема в том, что Эра тоже жив. А у Эры перспектив побольше в данной ситуации. Хотя, Пайкат отстреливается отличнейший станк. Ну, и вот они перспективы. Холи Шит, мне говорит, лина моя. А Бремастер-то теперь без уворотов против Пайкат. Не особо лютый воин. И все. Еще один химвайб, фактически, там только... Тролль вжил. Ну, тролль сладко-то кидопинал, конечно. Там у них такое жесткое противостояние, жесткое ПВП было. В итоге тролль оказался сильнее. Ну, ты знаешь, как бы я бы не сказал, что это очень уверенный заход от Альянс. Ну, типа вот как-то со смертями все, еле-еле. Роля не убили. Ну, сейчас смотри, Пайкат хочет исправить явно эту ошибку. И он, кажется, ее исправит. Да, минус Йонасом Фэн. Смотри, просто какие подачи залетают. А, там еще один товарищ идет, я смотрю, вот Мханскен. А, ха-ха-ха, и вот этот... По дному просто расстрел такой. Да ну, что делать против этого снайпера? Вот что? Вот, блин должен был быть у троля вместо Яша. И должен был до него как-то добираться аккуратненько. И знаешь, как обычно в таких играх делают профессиональные тролль-варморды, которые знают, что нужно убивать снайпера? Они прожимают смог, покупается блингтаггер Вот так в замесе там аккуратненько дуго Такое огибают и в спинку И заходят сразу там в упор Башики-башики и начинают воевать Но уже не первый раз мы сталкиваемся С этой проблемой, что у тролля Ну в принципе у вот этих мощных керей У них нет блинков Как вы планируете добираться до снайпера? Причем проблему обозначили лайн с самого начала Первый пик снайпер Вы берете шторма, вы берете тролля Это неплохо, это в принципе неплохо Это герой, который способен контролировать этого снайпера Но выбор артефактов плюс действия Замесе, она не оставляет латру Причем в миде неплохо законтролировал снайпера в начале игры Контролил, да, изо всех сил У нас такая хорошая айди игры С четырьмя восьмерочками в конце Ну собственно говоря 35 минут шел этот матч Причем от начала до конца альянсы вели Вели причем очень уверенно Нипы, как мы и говорили Мне кажется, просто сейчас разыгрались Прочувствовали боль Всю эту снайперовскую И я думаю во второй игре они все-таки дадут нормальное Сражение Ну да, я тоже ожидаю более-менее равной игры И все-таки немножечко странно видеть таких Найпи в онлайне, когда я только недавно видел их на онлайне Когда эти ребята нави переворачивали Там еще и довольно серьезный бой И другим командам давали И как-то вот Неужели джетлаг до сих пор идет какой-то Или что это? Ну возможно, возможно еще какая-то осталась Вот эта усталость Может быть реально джетлаг Вот как ты говоришь А вдруг там сейчас ребята проснулись 20 минут назад Ну типа да Ну там лунатики заходящие в доту Что-то в этом духе Ладно, друзья, мы сейчас уйдем на небольшую 5-10 минутную рекламную музыкальную паузу После чего вернемся И вторая карта Альянс НИП Далеко не разбегайтесь Двенадцатый сезон Старладера стартовал Вместе с билетом в Дота ТВ Ты получаешь сет на Слардара В котором у героя появилось новое лицо Измененное оружие Слардара с новым эффектом свечения И два альтернативных скина на твой выбор Ищи билет в Дота Стор и повышай призовой фонд Двенадцатый сезон Старладер ТВ Двенадцатый сезон Старладер ТВ